Добрый день! Тренер каратэ и наш выпускник и мой коллега, директор Люберецкой гимназии номер 44 Химиченко Андрей Андреевич. Наши ведущие, ученики 10 классов Хренова Дарья и Глеб Станишевский. А сейчас мы с вами начнем нашу встречу. Несколько слов, почему это произошло и вообще, почему школа, которая не является спортивной, говорит о своих спортивных традициях. Но каждый, кто учится, знает, что у нас в школе очень большое количество спортивных залов и бассейн. А почему традиции? Впервые, одни из самых первых в Москве с 64 года, в нашей школе появились спортивные классы. Они занимались разными видами спорта. Прежде всего, это была борьба, фехтование, были лыжники. И если мы перевернем страницы истории нашей школы, то именно в 60-е годы в истории нашей школы появились первые чемпионы мира и чемпионы Европы. В спортивной истории нашей школы есть чемпионы мира и олимпийские чемпионы водных видов спорта, потому что с 64-го года у нас в школе был открыт бассейн. Среди них Сергей Иванович Маркоч. Среди них есть чемпионка мира, первая чемпионка мира по синхронному плаванию Елена Дашина, сейчас Елена Маркоч, которая тоже наша выпускница и наша мама. Все трое ее детей, двое уже закончили нашу школу, а третий учится у нас в школе. В настоящий момент в школе занимаются ребята восьмью видами спорта. Очень интересные виды спорта и дзюдо, и карате, американский футбол, черлидинг. Занимались флорболом, занимаются футболом, обязательно плаванием, водным полом. Новый вид спорта, который присоединился к нам – баскетбол. В школе работают и учатся, и тренируются дети двух школ Олимпийского резерва. Поэтому, конечно, в такой школе обязательно нужно говорить о спорте. Именно в такой школе, я считаю, в первую очередь должны прозвучать слова поддержки и приветствия нашим олимпийцам. И именно поэтому в школе мы открываем конкурс, который так и называется «Поддержим золото Олимпиады». Мы будем поддерживать не только нашими выступлениями и словами, но и нашими пятерками, нашими проектами, нашими различными конкурсами. Итак, я предоставляю слово нашим ведущим, и я думаю, что наши гости покажут свои медали и расскажут о своих успехах и спортивных каких-то делах и отношениях, конечно, к спорту. Пожалуйста. Добрый день, мы рады вас приветствовать в нашей школе. Первый вопрос, который мы хотим задать от нас, заключается в том, чем вы занимаетесь и кто вас привел в этот вид спорта. Ну, начнем с того, что занимаюсь я дзюдо. Привели меня достаточно давно, это произошло 15 лет назад. Хотя, в общем-то, по сравнению с профессиональными спортсменами, скажем так, к олимпийскими спортсменами, я занимаюсь не так много. Потому что они все-таки занимаются, так говорят, с молодных ногтей, то есть там с 5-6 лет. Я начал заниматься гораздо позже. Вот. И привели меня туда, в общем-то, друзья. Вот. И как-то так вот по знакомству меня привели и решили попробовать позаниматься. И в этом спорте я остался. Спасибо большое. А может, вы немножечко расскажите про спорт, как вы к нему пришли и почему именно этот спорт? Ну, я стал заниматься 12 лет. Отец меня заставлял ходить на тренировки. Вот. Конечно, на начальном этапе было так не хотелось, все так через не хочу, через не могу. Где-то буквально, наверное, через 3-4 уже пошел прогресс потихонечку, и соревнования стали по результату появляться. Как-то это все втянулось в процесс тренировочный, соревновательный и стал заниматься. А вы помните свои первые награды? Первый раз, когда вам сказали, что вы выиграли соревнования? Да, первая награда была у меня третье место на первенстве района. Вот. Было так интересно, потому что было два поединка. И всего было 4 участника, то есть с первого боя я проиграл, а вот за третье-четвертое место я проиграл. Такое приятное событие было для меня. В связи с этим тогда вопрос. Сколько у вас времени забирали тренировки, чтобы добиться таких результатов? Ведь это же не просто так. Не один раз в неделю сходил. Ну, обычно, как правило, даже если занимаются непрофессионально, любители в среднем это 3-4 раза в неделю. А если уже говорить о каких-то высоких результатах, то, соответственно, нужно заниматься каждый день, еще плюс утром, еще вечером. То есть это достаточно сложный такой процесс. И очень много занимает времени. Но это же большие перегрузки организму. Вы не сталкивались вот с такими нагрузками? Да, плюс еще учебная, да, учеба. То есть перегрузки колоссальные. И действительно, надо просто давать возможность отдохнуть организму. И как-то менять обстановку для того, чтобы не было психологических, национальных кризисов и физических, то есть чтобы организм восстанавливался. А вы не расскажете, как вот вы совмещали спорт и учебу, если это, конечно, возможно? Ну, к тому моменту, когда я начал заниматься уже активно и готовиться на какие-то соревнования, я уже окончил учебу. Это у меня все было намного проще. Хотя, конечно, нагрузки были большие, потому что приходилось тренироваться минимум 2 раза в день. То есть это утренняя тренировка обязательно вечерняя. Вот, соответственно, в выходные у меня суббота и воскресенье. Вот, но не за что была проблема, что к этому моменту я уже вышла на работу и приходилось еще параллельно работать. Поэтому, соответственно, тренировка перед работой, тренировка после работы. Это, конечно, достаточно сложно. А травмы какие-нибудь? Травмы были. Серьезно были травмы. К большому сожалению, наш вид спорта сопряжен с большим количеством травм. Притом, как правило, получается травма не на соревнованиях, как правило, в тренировочном процессе. И, как правило, не на ковре, а, как правило, после него. То есть обычно на ковре как бы тело готово, размято. Но как мы выходим на ковер, с ковра вернее, да, то есть там какие-то дополнительные занятия в футбол, там еще что-то. Как правило, таким образом получается травма. Как ни странно. Сейчас остались ли какие-нибудь проблемы со здоровьем у вас или все эти травмы были? Ну, скажем так, травмы, к большому сожалению, они никогда не проходят бесследно, да. Любая мелкая травма, полученная, там, жизнь, она в любом случае оставляет тот или иной след. И с возрастом, конечно же, они начинают потихонечку давать себе знать. В связи с этим вопрос тогда. Вот вы считаете, пик вашей карьеры спортивной прошел или нет? А если прошел, то вот какая награда? Чем вы этот пик считаете у себя? Ну, я считаю, что, конечно, скажем так, может быть, пик спортивной карьеры, пик физической формы – это разные вещи. Пик физической формы, наверное, у меня уже прошел. А вот, скажем так, надеюсь, что пик моей карьеры, конечно же, еще нет. И все, скажем так, основные мои достижения и совершения еще только впереди. Ну, у вас. Я соглашусь с Сергеем. Ну, организм имеет свойство стареть, поэтому, естественно, и снижаются личные спортивные показатели в плане скорости. То есть нужно постоянно совершенствоваться и, опять-таки, очень много времени уделять этому. А в плане спортивных достижений, ну, если не в личных, так и ученики будут занимать места. И тоже это продолжение спортивной карьеры только как тренера. Учителю всегда приятно, когда его произойдет ученик. Вопрос такой. Если же у вас оставалось свободное время еще тогда, когда вы только учились плотно, чем вы занимались в свободное время? Или все было забито тренировками? То есть учеба, тренировки вообще не было. Практически, да. Как раз вопрос. Если у вас было свободное от тренировок, от учеба время, вы предпочитали идти на тренировку в этот момент или там проводить это время? Ну, наверное, в разные периоды жизни по-разному было. Когда-то хотелось идти на тренировку, когда-то хотелось просто пойти погулять. Ну, потому что тоже нужно отдыхать. И просто, когда понимаешь, что есть ответственные соревнования, нужно тренироваться, нужно готовиться. Соответственно, все остальные задачи, отдых и так далее задвигаешься. Только все, все силы кидаешь на тренировки. Во многих видах спорта успех зависит от снаряжения. Вопрос такой. У вас зависит от снаряжения, вице-спорта и ваши успехи? И если все-таки снаряжение вам нужно, кто вас спонсирует для покупки его? Или вы все на свои средства делаете? Ну, во-первых, у нас спорт изначально поддерживается государством. И финансирование олимпийских видов спорта идет за счет федерального бюджета. Если это любительский спорт, понятно, что где-то можно на каких-то моментах сэкономить. И, может быть, доля финансовых вложений в экипировку, она не настолько значительна и не так сильно влияет на результат. Хотя, в любом случае, для спортсмена нужно, чтобы он был, соответственно, одет по форме. Чтобы у него было все для того, чтобы ему было комфортно заниматься. А вот стимулирование людей заниматься спортом денежно, оно, как вы считаете, правильно или нет? Просто не олимпийские виды спорта, а вот такие, что-то типа хобби, ну, даже больше, чем хобби, их часто стимулирует деньгами. То есть, ты занимаешь первое место, тебе, помимо медали, дают еще денежный эквивалент. Это правильно или нужно все делать на своем желании? Я думаю, правильно, конечно. Конечно. Скажем так, финансовоставляющий спорта никто не отменял. И, по большому счету, конечно, спортсменов лучше поддерживать. Желательно поддерживать. Если есть такая возможность, допустим, через какие-то там призовые, то почему бы нет, собственно говоря. Я считаю, что это неправильно, я считаю, что это правильно. Думаю, что спортсмен, когда ставит задачу, да, там, выиграть олимпийские игры, да, у него не должна болеть голова. Конечно. Что ему пойти поесть, как ему там обеспечить себя и так далее. То есть, он должен полностью всю свою энергию тратить на то, чтобы, да, достичь определенного результата. Не только для себя, но и, соответственно, для, в копилку наград страны. Представляете, такая ситуация, допустим, наши члены сборной команды, там, неважно, по какому виду спорта, вот они, допустим, готовятся, допустим, на Олимпиаду, у них, там, идет цикл, да, Олимпийский. И вот они должны думать, помимо того, что они занимаются спортом, они должны думать о том, где им покушать, где взять деньги. Типа, они должны идти на работу, и в итоге, представьте, как КПД их, скажем так, тренировок, если они должны будут еще помимо того, что тренируются, они должны будут еще зарабатывать деньги. Да, будет тяжко им, конечно. Считаете ли вы, что сейчас спорт менее доступен, чем прежде, вот, когда, например, вы и занимались? Нет, мы сейчас, скажем так, наоборот, более доступны. Ну, опять же, здесь надо смотреть, какой спорт. Если мы говорим о спорте, там, скажем так, олимпийском, я имею в виду, как высокие достижения, да, то, конечно, это спорт все-таки более, скажем так, избранный, да, потому что, ну, не у всех есть предположенность, допустим, какие-то там, какие-то качества, которые могли бы вывезти, там, на, там, пьедестал, на первое-второе место, там, на Олимпиаде, на чемпионатах мира, на Европу и так далее. Если мы говорим о массовом спорте, то, да, сейчас более доступен, конечно. Я считаю, более доступен. Соответственно, по поводу желания сейчас идет очень большая конкуренция между спортом и интернетом у молодежи, и как вы думаете, что должно стимулировать, какое желание должно повезти? То есть, что их может оторвать от компьютера? Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Я думаю, прежде всего, должно быть воспитание внутри семьи. Если человеку, ребенку прививается спорт, скажем так, с молодых ногтей, то есть, ну, группа говорит, у меня дети занимаются дошколят, скажем так, 5, 6, 7 лет. Я точно знаю, что если они начинают спортом заниматься именно в этом возрасте, и если действительно с ними нормально работать, прививая, скажем так, любовь к этому виду спорта, вообще к спорту, то я уверен на 100%, что пройдет 10 лет, они будут заниматься, пройдет 20 лет, они будут заниматься. Ну, потому что у человека вырабатывается привычка, да? Если еще мы будем работать в совокупности с их, допустим, семьями, с родителями, которые тоже будут поддерживать, да, вот это отношение к спорту, то я уверен на 100% примерно будет основной этот спорт. Компьютер, интернет, да, он будет в его жизни, но уже не в таком объеме. То есть, вот ребенок, я просто по своим ощущениям, да, когда нет тренировки, уже не знаешь, куда деться, вроде уже все готово, да, и там, и домашнее задание, там, подготовка, работа, и вот что-то не хватает, это пойти в зал, потренироваться. То есть, это вот выживается, и это в крови, и без этого просто не осознаешь жить, как это можно, не пойти в зал, не потренироваться, не пообщаться с коллегами, там, спортсменами, друзьями, и так далее. Ну, то есть, до сих пор вы получаете удовольствие от того, что занимается штортом, да? Все бы это понимали. Ну, что ж, спасибо вам за интервью, и у меня к вам последняя просьба – это напутствие юным спортсменам, как раз вот дошколятам, 5-6 лет, чтобы они… Не только дошколятам, всем чем-то занимаются. Да, все остальные уже потерянные люди, вот я себя чувствую потерянным человеком, потому что я начал играть в 7 лет в компьютер, и чувствую, все, от этого уже больше не оторваться. Да, никогда, никогда, ищутся впереди, осталось дождаться, когда это станет уже видом спорта, да. Не за горами это дело, ну так, напутствие. Тогда ты будешь заниматься спортом. На путствие тренироваться, приходить в зал, заниматься собой и своим здоровьем. Да? Поставить перед собой цель, достигать ее. Да. И идти на цель, идти на цель. В чем бы цель, это не заключалось, неважно. Нам бы цель устроена. Спасибо вам огромное, очень приятно. Спасибо. Заивно. Желаем вам удачи, и будем встречать следующих спортсменов. Как уже говорила Наталья Борисовна, также сегодня мы будем брать интервью у Савушкина Татьяны Валерьевны, преподавателя нашей школы, и, пожалуй, она представится в плане своих достижений, сразу же, своих титулов. Я тренер по чирлидингу в Центре образования 1441, сама больше 20 лет в этом виде спорта, 9 лет работаю тренером. Я бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, обладатель, бронзовый обладатель Кубка мира 2009-го, трижды участвовала на чемпионатах мира, занимала пятые места и третье. Я бронзовый призер чемпионата Европы 2011, многократный призер-победитель московских и российских соревнований. Ну, огромный послужной список. Мне хочется задать вопрос, кто вас привел в этот вид спорта, или вы сами в него пришли? Ну, это было в первом классе, естественно, что привели родители. Угу, родители. Было давно. Было ли у вас затем желание уйти из этого вида спорта, и какие-то преломные моменты, может? Ну, конечно, переломные моменты были у каждого. Когда ты переходишь из обычного вида спорта, когда он массовый, да, в более профессиональный уровень. Когда тренировки не один-два раза в неделю, а четыре, пять и больше. И когда затраты энергетические очень большие, когда надо работать больше, чем ты хочешь, когда ты не можешь болеть, когда тебе не может быть плохо, когда у тебя в школе не может быть каких-то общешкольных вечеринок и так далее, ты просто должен жить в зале. Тогда это был, конечно, переломный момент, но почему-то он очень легко прошел. Я хотела этим заниматься, и как бы никогда не было желаний повернуть назад. А помните, как получили свою первую награду? Существует ощущение, когда первый раз привели в свои родители с там? Для меня самым важным, наверное, первым достижением было бронзов на чемпионате Европы в Осло, в Норвегии. И оно и физически, и психологически было тяжело, добираюсь через три страны. Но тогда я поняла, что я выбрала правильный вид спорта. Карьера спортивная, вы, как считаете, пик был? Или он, я уверен, еще будет у вас? Вы думаете, какая это будет награда, которая будет обозначать пик вашего развития в спорте? Ну, для меня пик, слава тебе, Господи, уже был. Это был 2013 год, как раз тот чемпионат мира, который прошел не так давно. Я, в принципе, ушла из спорта до чемпионата мира в 2011. Через два года после окончания карьеры я оставалась просто тренером, но поддерживала свою физическую форму. И в сборную России позвали меня для участия в чемпионате. А раньше на чемпионатах мира в течение всех 15 лет, которые они проводятся, ни одна команда в нашей номинации, ни одна российская команда не брала ни одной медали. Мы взяли медаль впервые за историю чемпионатов мира. Российская команда в номинации чир, ну, в чирлидинге есть разные номинации, взяла медаль. Ну, то есть это историческое событие. Нас честовали в департаменте физической культуры и спорта. То есть нам так красивенькую церемонию сделали. Вот, это, я думаю, для меня пик карьеры, потому что, в принципе, я уже уходила. И пришла только для чемпионата мира. Выступила, взяла, что нужно, и ушла. А были ли у вас какие-нибудь травмы серьезные, после которых у вас было ощущение, что больше нет смысла продолжать, вообще тяжело и непонятно, как можно дальше заниматься? Ну, чирлидинг, в принципе, я думаю, что все понимают, он контакт на вид спорта. То есть человека подбрасывают наверх, одного подбрасывают четыре. И вероятность того, что он пойдет по правильной траектории, не свернет никуда и не согнет локоть и не заедет тебе в челюсть. Понятно, что если рассматривать профессиональные точки зрения, в любительском это гораздо все проще. То есть там меньше высоты, там меньше оборотов, меньше высота. У меня был перелом носа, но это было не от моих тренировок, мне мой ребенок сломал, которого я страховала, перелом носа. У меня были порваны связки на голеностопе. Единственная мысль, когда я их порвала, была о том, что мне через два дня чемпионат России, и я должна на нем выступить. Заморозка, тейпы, и я на нем выступила, мы взяли золото. Наверное, плюсом своего выбора карьеры я считаю то, что я закончила тренерский факультет Академии физической культуры. Я очень хорошо знаю анатомию, спортивную медицину, очень хорошо знаю физиологию, биохимию. И я во время своих тренировок, ну, фактически внутренне себя тренирую. Я понимаю, какие действия совершаются в моем организме в тот или иной момент. И я в состоянии вовремя остановить или сбалансировать. Это все, это поэтому помогало. Также у меня такой вопрос. Вот вы говорили про своих учеников. У вас большая команда? Сегодня в три команды. У меня три команды в трех возрастных категориях. Первая возрастная категория — это детки. Команда «Старс» тренируется на базе нашей школы. Ну, они у нас вообще малыши, им 6-11 лет. Ну, и понятно, что там они делают мостики, колеса, друг друга поднимают на очень маленькие высоты и поднимают мало. В основном танцуют. То есть у них такая общая подготовка для того, чтобы укрепить тело и развить какие-то артистические качества. Они выступают часто. Юниорская команда — это 12-16. Их у меня 22 человека. Команда у меня — чемпионы, победители первенства России 2011, первенства Москвы 2009. Ну, то есть сильные спортсмены, которые работают. Спортсмены-разрядники. И третья команда у меня, их тоже где-то 22 человека. Это взрослая команда, 16-18 лет, команда «Тагерс», то есть которые уже выступают на чемпионатах Москвы и России. В том году на Москве заняли третье место. Это был и дебют, они впервые сформировались в том году, и сразу третье место на Москве. Сейчас многих спортсменов стимулируют денежными компенсациями, то есть первое место занял, получил помимо медальки и грамоты, еще деньги. Это правильно для стимулирования спорта, или все должно устроиться на личном желании стать победителем? Ну, смотря какой уровень спорта мы рассматриваем. Если мы рассматриваем детские, юношеские, спортивные школы, или просто секции, то вполне понятно, что это нелогично, так как для них это не профессия, они еще школьники. Если мы рассматриваем уровень чемпионатов, чемпионат — это то, что проводится среди взрослых, то понятно, что для этих людей это заработок должен быть, потому что они тренируются каждый день по 2-3 тренировки в день. У них нет другого средства зарабатывания денег, и вполне логично, я думаю, что вы знаете о том, что спортсмены высших спортивных достижений, они получают регулярные зарплаты. Так что такой вопрос. Вы прекрасно, наверное, знаете, что сейчас в биоградусных технологиях детей очень часто отвлекает интернет, компьютерные игры. Как вы думаете, как же стимулировать детей, чтобы они боролись со своим увлечением и занимались спортом? Ну, на самом деле, должны быть такие виды спорта, которые интересуют детей. Могу сказать, что в моей команде тренируются девочки как раз... Ну, вот средняя команда юниора, да? Тренируются девочки как раз в той возрастной категории, которая сейчас чаще всего сидит в этих компьютерах. Я могу сказать, что на время тренировки они отключают свои компьютеры и занимаются какой-то внутрикамандой прикладной деятельностью, да? Плюс дополнительно в том же интернете команда не играет. Они ищут новые связки элементов, они ищут какие-то новые движения, которые они могли бы вставить в нашу выступательную программу. Что их заставляет? Если вид спорта модный, интересный, если он тянет, если тренер тянет на тренировки, если тренер делает так, что человеку интересно ходить на тренировки, интересно работать, быть в этом коллективе, жить в этом коллективе, то есть возможность отодвинуть на второй план. Ну, в чем плюс моего вида спорта, который я веду, и в котором я сама развиваюсь, очень мало квалифицированных тренеров, которые могут реально вести команды, и очень мало команд, которые могут занять топовые места. И поэтому конкуренция не очень высокая, на высокой, там, в первой тройке. Но войти в пятерку, там, например, на чемпионате Москвы, это реально многим командам. Детям это интересно. То есть ты не 52-й из 1000, да, у тебя есть большая вероятность получения разрядов, куда-то съездить, где-то выступить. То есть я считаю, как бы вот именно этим надо завоевывать, какими-то новыми видами спорта. А считаете ли вы, что сейчас чирлидинг – это доступный вид спорта, которым может заниматься любой ребенок? Да. Я, в принципе, делала доклад на сессии Олимпийской Академии, 21-я сессия Олимпийской Академии. Дела доклад, как раз, по этому поводу. В принципе, в чем плюсы чирлидинга? Его можно проводить в любом спортивном зале, в котором есть маты. Экипировка – обычная спортивная форма, в которой ребенок ходит на физкультуру. Единственное, что нужно, – это квалифицированный тренер, который знает, что такое чирлидинг, а не знает, что такое танцы, и не считает чирлидинг танцами. Очень мало видов спорта, которым ты можешь заниматься 12 лет без подготовки. Ну вот чирлидинг относится к таким, то есть тебя, в принципе, могут подготовить и научить делать определенные элементы, определенные движения. И это вот тоже плюс такой всевозможности, что могут все участвовать именно в тренировках. Ну и один из заключительных вопросов – вы не жалеете, да, что ушли из спорта и стали тренировать детей? Вы не хотели бы там вернуться, может, снова? Ну, на самом деле, я не буду говорить, сколько мне лет, но у меня за спиной школа и два высших образования с красным дипломом, и после этих двух высших образований еще два года прошло. То есть, как бы, я понимаю, что мой организм всевозможен, но я боюсь, что уже пришел тот предел, когда нужно немножечко поставить другие приоритеты и передавать свои знания. Естественно, что я сама могу где-то поучаствовать в каких-то мероприятиях, где-то выступить, да. Я считаю себя молодцом, что еще в форме, но это мне уже не так нужно. Я решила поставить точку в своей карьере. Вот у меня была бронза чемпионата мира. Россия впервые что-то достигла нашей номинации в мире. Замечательно. Тренировать я начала 9 лет назад. То есть, я реально вырастила поколение детей. И я действительно счастлива, когда ты видишь, что твои спортсмены что-то достигают, когда у них горят глаза, когда они выходят. Это очень плавный переход у меня получился, да. Конечно, всегда тяжело бросать спорт. Но когда ты остаешься тренером, и не просто тренером, а тренером, который растит команда чемпионов, это абсолютно другое чувство. И оно, в принципе, взаимозаменяемое. Поэтому я нисколько не расстроена. И отныне вы вылагаете большие надежды, да, теперь на своих учеников? Ну, конечно. Естественно, что я не хочу золото всех чемпионатов. Я хочу, чтобы дети были заняты. Я хочу, чтобы они чего-то хотели. И это что-то было им реально достичь. Поэтому, в принципе, из того, что я планирую, оно все более или менее сбывается. Вот эта медаль с 2008 год. Это бронзочемпионат. Это Кубок Мира. Он проходил в Москве. Получили бронзу. Вот эта медаль для меня одна из самых дорогих. Это мой первый чемпионат мира. Мы заняли пятое место. Это был первый, ну, один из первых чемпионатов мира для России. Но он был очень серьезным стартовым, потому что там Россия впервые показала такой уровень. И нам сделали такую надпись участнику чемпионата мира по чирлидингу Токио 2005 год. Вот. Это моя первая серьезная бронза. Это 2006 год. Чемпионат Европы. С которого, можно сказать, началась такая медальный ряд международных соревнований. Ну, и самая главная медаль для меня, ну, и самая большая, это чемпионат мира 2013. Седьмой чемпионат мира. Вот. Ну, в общем, их много. Они все тяжеленькие. Что это вот эта вот медаль олимпийская? Олимпийская. Это мои дети. Так, сейчас скажу. Есть такая же вторая. У меня просто несколько команд. Это первенство Санкт-Петербурга. Северная Пальмира. Сейчас это международное соревнование. Имеет уровень международного. Ну, вот я привезла две команды. И две команды заняли бронзу на этом соревновании в Питере. Ну, что ж, спасибо за интервью. А у нас последняя просьба. Это напутствие маленьким ребятам, которые пойдут в большой спорт или наоборот будут участвовать как хобби, то есть как массовый спорт. Ваше напутствие. Для тех, кто собирается идти в большой спорт, нужно не бояться. Нужно уметь переступить через себя. Всегда нужно уважать тех, кто находится рядом. И не забывать о тех, кто тебе помогают. Родители, тренеры. Это не просто люди, которые являются сопровождением. Это те люди, которые тянут тебя наверх. И об этом не нужно забывать. К тем, кто хочет просто заниматься в секциях непрофессионально, а для себя. Вы большие молодцы тем, что это для вас будет дополнительный урок физической культуры. Сейчас такое общество, которое любит ходить в фитнес-клубы и любит заниматься своей фигурой. Быть в форме сейчас очень модно. Это правильно. И нужно быть в форме, потому что потом будет легче. Ну что ж, спасибо вам большое за внимание. А с вами был Глеб Станишевский и Рена Водори. Также сегодня у нас в гостях представитель Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Иван Коневцов. Здравствуйте. Сегодня Иван расскажет нам немного о олимпийском факеле, который несли через всю Россию. Соответственно, как вообще его производили, потому что сегодня нам выдалась возможность посмотреть, даже подержать в руках такой факел. Вот он, кстати. Факел предоставлен нам нашим ректором университета. В принципе, если рассказывать о истории факела нашего в России, то можно сказать, что это один из самых крупных событий по поводу переноски его именно по всей стране. Если смотреть его путь по всей стране, то это расстояние сопоставимо с тем, что порядка 26 раз мы можем пролететь или проехать от Москвы до Лондона. Побывал он уже в космосе, побывал и прошел довольно длинный путь по дну океана у нас и был на Байкале, где там встречали огромнейшим праздником. То есть каждый город, крупный город мог видеть данное мероприятие у себя. Спасибо огромное, очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитров А.Семкин Добавил субтитров А.Семкин Добавил субтитров А.Семкин Я вам покередаю, чтобы все поддержали настоящий олимпийский факел, которые прошли по улице Екатеринбурга. Можно? Добавил субтитров А.Кулакова Конечно! Конечно! Не каждый раз можно. Не каждый раз! Это один раз в жизни можно сделать. Субтитры сделал DimaTorzok